Здравствуйте, друзья! Ну, конечно, мать-жены моего брата, помогите, как же правильно назвать, как же... Ну, мы вот, честно скажу, с Ксюшей поговорили, и кроме как теща моего брата, как ты мне сказала, да? Так, кто эта женщина, да? Да, в общем, больше даже и не поняли, как действительно еще назвать эту женщину прекрасно. Это теща моего брата, если так говорить обычным языком. Спасибо тебе большое за очень яркую, красивую историю, которая, ну, вот этим летом у нас очень шикарно в эфире проходила, и отзывы, и заказы были. Ну, и, конечно, я хочу сразу тебя узнать о подробностях съемки этого клипа, потому что видно, что работа была проведена серьезная, это и состав актерский очень хороший. Давай начнем даже с песни, наверное. Как она у тебя появилась, как ты ее нашла? Да, на самом деле, очень простая, но простая, но оригинальная история появления этой песни. Мы были с моим товарищем, автором текста Сергеем Хариным в гостях, и хозяйка дома накрывала стол, ставит на стол огурчики соленые и говорит, угощайтесь. Их приготовила мать жены моего брата. Так и сказала. Да, так и сказала, абсолютно. Это было, конечно, в процессе уже ужина, в процессе застолья. И эта фраза настолько, знаете, запала нам в душу, что так и родилась эта песня. Сережа подхватил фразу. И как удачно, что рядом с тобой был как раз поэт под рукой, это же замечательно. И он мне когда прислал текст уже, конечно, это была демо-версия с какими-то нотками, я приобрела эту песню, естественно. Какое-то время она лежала, потому что все-таки, ну, первый раз, когда человек слышит мать жены моего брата, возникает вопрос, во-первых, кто это? Конечно, это начинает сразу, в голове выстраивается цепочка. Да. Во-вторых, это все-таки рискованно и не банально, как мне тогда казалось. И новому артисту выходить с такими непонятными словами и выражениями, думаешь, ну, как-то странно, пусть полежит. Песня «Год лежала». И я занималась другими какими-то проектами, песнями. Да, у тебя уже выпущен был клип «Гагарин», «Спасибо», да? Да, уже был клип, да, совершенно верно, был первый мой дебютный клип «Гагарин», потом «Спасибо» мы снимали. И как-то вот до мать жены моего брата руки не доходили. Я вспомнила о ней, я ее записала. Да, я ее записала. Я почувствовала, что вот оно самое это время. И я была уверена на сто процентов, это только летний клип, никаких других сезонов я видеть не хочу. Это то... Я сама придумала себе сценарий в голове, уже четко прописала. Я знала, что это будет драка, это будет любовь, это будут обязательно... Обязательно будет такая колоритная мать жены моего брата. Да, мы очень тщательно отбирали главную героиню, как раз тещу моего брата. Так. И с режиссером данного клипа он сам предложил, говорит, давай снимем в Барселоне. У меня есть потрясающие актеры, они безумные артисты, они очень игровые, они очень эмоциональные, они дадут тебе то, чего ты именно хочешь. Я согласилась, мы полетели всей командой в Барселону. То есть все испанцы в твоем клипе, получается? Все абсолютно испанцы. И мать жены? Брата. Конечно. Тоже испанцы? Конечно. Ух ты, как здорово. Да, они все испанцы. И мой возлюбленный тоже испанец. Это велигно, да, а что? Да, такой класс. Да, точно, точно. Красиво очень. Ну, скажи, наверняка им переводили эту песню, не знаешь ли ты их мнение, что они тебе говорили по этому поводу? Да, очень смешные ребята, и я пыталась им объяснить на английском языке, кто это все-таки. Про кого песня? Да, никто не понял. Ну, и плюс у нас в команде случайно так получилось, что появилась русская актриса, которая проживает давно уже в Испании, Полина, она играет супругу моего брата. Угу. Очень потрясающая девушка, и она нас выручила. На второй съемочный день просто не пришла актриса. Это воскресенье, это у них бесконечная фиеста, и у нас... Какая молодец. Да, у нас не приходит стилист по волосам первый день, в 5 утра звонок, извините, я не приду. Ребята, осторожнее в Испанию ездите на съемки клипов. На самом деле, правда, очень все здорово, очень все классно, но есть вот такие вот, конечно, подводные камни. Соль для волос ты в 5 утра в Барселоне нигде не найдешь, естественно, и никто не знает, что это, и даже не объяснить. И стилиста не найти, никто не пришел, на второй день актриса не пришла. И элементарно в соцсети мы срочно начали, начиная с 6 утра, писать клич, помогите, хелп, спасите, нам нужна актриса. Вот кто-то, друзья, растерялся, собрал чемодан и уехал обратно в Москву, а Ксения Лугова не из таких, между прочим. Мы совсем ненадолго с вами прервемся, и обязательно потом, конечно, продолжим общаться с нашей гостью. Очень важно, друзья, чтобы вы сейчас находились вместе с нами, с телерадиоканалом «Страна.ФМ» Александра Хайрулина и Ксения Лугова сегодня у нас в гостях. Мы с вами знакомимся поближе, узнаем много интересного о жизни и о творчестве нашей гости, молодой артистки, потому что, ну, Ксюш, год, наверное, да, примерно прошел с того времени, когда ты занялась так активно творчеством. Серьезно, да, с большим масштабом. Потому что мечтала ты петь с самого раннего детства, ну, если верить вот интернету, там, твоим интервью, что артистка, певица себя, конечно, видела, да, и занималась в каких-то там кружках, где-то старалась себя проявить, развить свой талант. Но при этом учиться ты не отправилась в какой-нибудь институт культуры или в музыкальный колледж, отправилась ты учиться куда? Да, абсолютно права, да. Правду пишут и про творчество, и про то, что я мечтала с детства быть певицей, артисткой, и мечтала о большой сцене. Но, конечно, жизнь, знаете, она складывается не всегда так, как мы хотим и того желаем. И, конечно, естественно, для того, чтобы учиться в каком-то театральном вузе, как я мечтала, это надо посвящать себе целиком и полностью. Это надо иметь угол какой-то, где тебе жить, и какие-то финансовые возможности. Вот, так сложилось в моей жизни, что мне пришлось саму себя содержать и обучать, поэтому папа рано ушел из жизни, а у мамы нас четверо. А ты родилась в Находке, да? Да, я из Приморского края, город Находка. И, получается, окончила школу там и переезжала поступать в вуз как раз в Москву, и нужно было и жилье снимать самостоятельно. Да, я после школы переехала в Москву, у меня был здесь старший брат мой, и он помогал мне первое время, помог устроиться на первую мою работу. И какое-то время я с ним жила, в общем, помогала. Но все равно, хоть поддержка была какая-то, да? Была, конечно. Ну и в итоге вуз-то какой у тебя? Педагогический факультет или вуз педагогический? Это МПГУ на Юго-Западном, но у меня факультет социология, психология, менеджмент, образование, и я менеджмент-организатор. Организатор. Правленец. Помимо того, что я артистка, я знала, что я еще люблю руководить. И все-таки это, так получается, немножечко даже победило на тот момент. Ты понимала, что эта профессия, она тебе пригодится обязательно, да, в твоей жизни. И пригодилась. И пригодилась сегодня, да, если переходить к твоей еще одной такой большой части жизни, этот ресторанный бизнес. Наверное, мы можем назвать, да, что у тебя два ресторана, все эти Дед Пехто. Да, Домашняя кухня. Домашняя кухня, замечательно, успешно. Все развивается, насколько я знаю, сейчас разговоры о том, что третий нужно, да, приобретать. Планируете все это. Ксюша, ну а эта история возникла в твоей жизни когда? Когда я поступила, ты приехала только в Москву, я не успела на вступительные экзамены. Это было уже лето, уже, естественно, все определились. И мне пришлось поступить в театральную школу. Ммм, да, поэтому я еще училась в театральной школе, пока дожидалась вступительных экзаменах в ВУЗ. Вот, после того, как я поступила в университет, мне надо было искать параллельную работу, которую можно было сочетать с плавающим графиком, понимаешь? Ну, конечно, да. И отпроситься лишний раз, и на экзамен сбегать, или на лекцию. И я абсолютно случайно пришла в ресторанный бизнес. Пришла обычным администратором зала, постес, сейчас модно называть. И какое-то время проработала в постес, потом меня друзья позвали в другой ресторан, у меня даже опыт в пацанке есть. Недолго, но полтора месяца я, честно говоря, отработала. Ну, достаточно, чтобы опыт получить. Конечно, я знаю полностью кухню изнутри, каждый уголок, и каждый изъян, и каждый нюанс. Вот, и так получилось, что я пришла в ресторанный бизнес, наиболее удобный для, как мне тогда казалось, для совмещения с учебой. Потом я выросла по карьерной лестнице, и, конечно, я поняла, что это мое. То есть ты уже настолько всем владеешь в этой области, что ты в состоянии сама... Мне хотелось учиться, развиваться. Я бесконечно на последнем месте своей работы, бесконечно надоедала со своими вопросами, а это почему, а это почему. И с амельеем неинтересно, и с директором я вопросами забрасывала. И абсолютно мне хотелось знать все, начиная от кухни, заканчивая управлением. Так и сложилась моя жизнь с ресторанным бизнесом, и в дальнейшем я, помню, открыла свой первый проект, потом еще два, ну вот, как-то так. Ну вот и видно, что это дело тебе тоже очень-очень нравится. Мы еще поговорим обязательно, друзья, и про рестораны Ксении, и, конечно, про ее песни тоже клипы не забываем. Вот как раз прерываемся сейчас совсем ненадолго, после чего у нас с вами ожидает клип на песню «Спасибо». А об этом клипе есть что рассказать. Ксюша, она это делает с удовольствием, вы, главное, будьте с нами. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, Ксения Луговая у нас сегодня в гостях. Вы только что посмотрели очень красивый клип, спасибо. И, между прочим, эта песня имеет своего такого четкого адреса. Ксюша, ну рассказывай ты, знаешь, что есть какая-то история интересная, связанная с клипом. Да, на самом деле, эта песня не должна была уйти, так сказать, в массы, это абсолютно личная. Она очень личная. Она очень личная песня, и я ее написала для своего супруга. То есть стихи твои? Нет, стихи не мои, но... По просьбе твоей? По моей просьбе, да. По твоей жизни, по мотивам. Да, по мотивам, да, Ксения Луговой. И я просто хотела сделать оригинальный подарок для своего супруга и выступить с этой песней на дне рождения. И презентовала ее, конечно, я на день рождения мужа. Так сложилось, что эта песня нашла своего слушателя, и мы приняли решение ее все-таки сделать более такой масштабной и глобальной. И сняли клип, и запустили в ротацию на радиостанции. Ну, она стала популярной. Сама того не ожидая. А потому что очень искренне, ты же, ну, естественно... Ты моя любимая, чтобы честно. Ты супруга, да, искренне. Мы благодарны за это все, и за все, что происходит в твоей жизни. Мне непонятно, поэтому эта песня нашла свой отклик у зрителей и слушателей. Съемки проходили у вас в ресторане? Часть съемок проходила у нас в ресторане. Тоже два съемочных дня было. И очень много снимали на улице, было очень холодно. Шапка чудесная у тебя там, да. Спасибо. А второй съемочный день был в загородном доме. Хотели эту всю сюжетную линию красиво провести. Я думаю, получилось. Очень милый, душевный клип. Ну, самое главное, ты скажи, супругу понравилось? Конечно. Что он сказал тебе? Что? Еще больше стал любить? Да, ну, я надеюсь, уже некуда. Ну, конечно, конечно, он, не показывая, но я видела, что все-таки... Что тебе удалось сделать его очень приятно. Ну, везде, мы прерываемся ненадолго и продолжим общаться. Ксения Луговая сегодня у нас в гостях. Великолепно, друзья, у нас есть еще время для общения с нашей гостей. Ксения Луговая у нас по-прежнему в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». И буквально через несколько минут мы посмотрим с вами самый новый клип артистки на песню «Забыла». Это будет премьера в нашем эфире, хотя клип существует в просторах интернета на каналах уже какое-то время, да? Ксюш, ну, с этим клипом у тебя тоже какая-то история связана, скажи? Ты вот мне сказала, что у тебя практически с каждым клипом что-то всплывает в память. С этим клипом повезло мне больше всех. И было меньше, конечно, каких-то казусных ситуаций, историй. На самом деле, съемки клипа прошли на Черноморском побережье, в нашей любимой стране. Это Краснодарский край. Молодец какая-то, умничка. Да, когда мы придумывали сюжетную линию, мы не увидели смысла лететь за границу, вот эти все паспортные истории, визы, не визы. Это море, это песок. Правильно, у нас есть свое море. Песок есть, да. И нам настолько повезло, на самом деле, с преломлением света и как раз вот эти всякие истории в атмосфере, что Черное море перестало быть черным и стало бирюзовым. И как раз в этот момент я снимала свой клип «Забыла». Потрясающие виды, никто не верит до сих пор, все говорят, что ты выдумываешь, это не Россия. Ребят, вы съездите, посмотрите, тогда вы поверите, убедитесь, что это Россия. Точные координаты тебе нужно просто всем теперь указать. Да, и тогда все отправятся и посмотрим. Да, и «Белые пески», это мы под Анапой снимаем. Там потрясающая коса, ну там такие виды. И море бирюзовое, это как раз под Геленджиком. Такая у нас была локация, не сказать, чтобы и большая, и винодельня потрясающая. Ну, стоит посмотреть клип. В общем, все сложилось, да, и, конечно, мы теперь после такой твоей рекламы рассказываем, мы особенно внимательно и чутко посмотрим на клип и на песню твою «Забыла». Ну, давайте, наверное, запустим тогда сразу, да? Ну, как же я забыла, как сильно я любила, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как губы кусала, тебя целовала, но как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что ты хочешь, что ты хочешь сказать? Вижу, не можешь себе-то это держать. Не надо, главное, не молчи. Все, что чувствуешь сейчас, ты в глаза мне скажи. Но как ты можешь со мной себя так вести? Я понимаю, наверное, это твой стиль. Но ты запомни, хоть и нравишься мне, Просить не буду я, ведь это мне не надо. Но как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла. Меня послушай, не надо перебивать, И в эти игры лучше со мной не играть. Ты знаешь, я пока помолчу, Но ответ на свой вопрос всё равно получу. Такая правда, если хочешь, прости, Я улетаю, а ты меня отпусти. Прошу, запомни, хоть и нравишься мне, Простить не буду я, ведь это мне не надо. Но как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла, Как сильно я любила, ла-ла-ла-ла-ла, Как губы кусала, тебя целовала. Но как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, Но как же я забыла, ла-ла-ла-ла-ла, Как сильно я любила Как губы кусала, тебя целовала Но как же я забыла Как же я забыла Ксения Лугова, друзья, забыла Это телерадиоканал Страна ФМ Ксюша, спасибо тебе большое Красивый очень клип И вот, пожалуй, наверное, сейчас Наступлением осени он вообще становится Просто необходим Потому что невероятно красивые картинки И ты прекрасное море Наша, черная, все чудесно Все сложилось Знаете, что вы выяснили, что в этом клипе Участие принимала в съемках сестра родная Да, моя сестренка старшая И подружка, в общем, потихонечку Ты как-то так всех приобщаешь, Лена, в своей семье Тоже к творчеству, к этому красивому Яркому делу Ну, конечно, но зачем, если у меня есть Две таких красотки, зачем мне искать Работы извне Ну, у тебя еще есть два брата родных Скажи, подумываешь ли ты их как-то задействовать? Думаю, нет уже Уже думаю Хотя все зависит, наверное, от сценария, от сюжета Что будет в дальнейшем Но они, конечно, очень заняты работой Поэтому Если предложат какую-то интересную историю И мои Мои два брата не откажутся То я с удовольствием их сниму в своем клипе Ребят, пользователи интернета Вот, если вы наберете там где-то, поиск, как «Ксения луговая» То вы помимо клипов и песен замечательных, Ксюше Найдете еще и интересную информацию Ну, например, вы можете узнать из уст Ксении О ресторанном этикете Различные ресторанные байки Очень интересные твои истории Вот эти на Ютьюбе я нашла Ты продолжаешь их снимать? Или уже на каком-то этапе Пока приостановила? Временно, да, остановила Потому что все-таки у меня сейчас В приоритете Мой альбом Моя сольная программа Мой концерт И как-то это все съедает очень много времени Ну, давай тогда подробнее Альбом, концерт Все, как только что сказала Да, ну Это может быть не в классическом Или сейчас, может быть, и не в классическом проявлении Запись альбома Мы не закрываемся на два месяца в студии Да С лапшой, да Мы выпускаем Мы записываем трек Мы его запускаем Смотрим реакцию Смотрим отзывы обязательно Потому что это все делается ради моих слушателей Естественно И в дальнейшем мы идем маленькими шажочками Снимаем клип, если это необходимо И ищем новые какие-то синглы Ну, определен уже какой-то срок Когда ты хочешь выпустить альбом Или это будет происходить постепенно И когда ты поймешь, что определенное количество Записано песни Тогда выпускаем Я думаю Я не очень хочу привязываться к срокам Сказать там, что к концу года А что-то не получится Ну нет такой спешки необходимости Да, нет необходимости Конечно, я хочу, чтобы К следующему летнему сезону К тому же У меня была полноценная сольная программа Которой я буду гордиться Которая будет отработана на 100% И с костюмами, с танцорами С каким-то шоу Вот это моя сейчас цель номер один Ну, то есть концерт конкретно еще Тоже пока не назначен Дата не выбрана Но цель идет к тому Цель поставлена, чтобы программа собралась Ну, именно как сольный мой концерт Конечно, еще не назначен Да, но мы его потихонечку собираем Ксюша, ты ведь еще помимо того, что поешь Занимаешься ресторанным бизнесом У тебя еще и мама чудесная И жена, разумеется У тебя сыночек Макар Андреевич Да, Макар Андреевич Спасибо тебе, что ты сказала Очень красивое имя Спасибо Чуть больше двух лет Ну, расскажи у сына Какая любимая песня? Он очень любит «Спасибо» Спасибо все-таки Да Какая она прям знаковая в вашей семье Сейчас он подпевает «Забыла» Ну, а мать жены, моего брата Мне кажется, должна очень Мать жены тоже Он очень ее любит И был какой-то период Когда, знаете, включаешь Любой другой, там, Гагарин Или что-то из моих старых композиций Нет, вот Включал только мать жены Видимо, немножечко он насытился Ну да Сейчас переключился на «Забыла» Но спасибо всегда в приоритете Ну, клипы тоже он смотрит, разумеется И узнает Я понимаю, да, что это мама Он смотрит клипы Мало того, что вот сейчас, например На данном этапе моей жизни Каждый день у меня по 3-4 часа Я на репетициях, на тренировках Готовлю программу Ну, еще и нужно заезжать в ресторан Я это записываю Когда ты уделяешь? Да, показываю сыну Вечером я стараюсь поздно не приходить У меня есть там определенные правила Позже восьми я не могу приходить То есть ты обязательно должна уложить спать? Я его должна уложить спать По пальцам пересчитать случаи Когда я этого не делала за два с половиной Плюс я еще на дневной сон Стараюсь успеть тоже уложить Ксюша, а вот начнутся гастроли Как здесь? Вот я поэтому сейчас хватаю все И максимально времени стараюсь Максимально Пока есть возможность, я это делаю Молодец Мы опять ненадолго прервемся, друзья И продолжим У нас есть еще немножко времени Для общения с Ксенией Луговой Оставайтесь все вместе Ксения Лугова Я сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Мы разговариваем с Ксюшей И вот сейчас хочу узнать, Ксения Как много она уделяет времени С работой над своей новой профессией Своим увлечением Здесь уроки вокала, хореография Я знаю еще и обучение Игре на ударных инструментах На ударных, да И сколько же это должно Часов занимать у тебя в день? Или не как? Все распределено Один день занимаемся вокалом На следующий день танцуем? Нет, не факт, нет Вокал, танцы могут совмещаться И даже и ударный можно в этот же день успеть Главное все правильно и четко распределить И чему меня научили, конечно, в институте Когда я училась на управленца В общем, не раз ты спасаешь свое образование Главное все грамотно спланировать И все успеете Да, это вот на словах так просто, конечно Звучит здорово, легко, кажется Нет, Саша, я тебе обещаю Я научу Нет, то, что ты справишься в этом Даже нет никаких сомнений, абсолютно Может быть, есть еще какие-то у тебя планы Долгосрочные? Вот после того, как ты уже овладеешь Ударными инструментами В совершенстве познаешь хореографию Я еще хочу овладеть фортепиано Обязательно Это тоже в ближайшем будущем Уже у меня намечено Сальфеджио Сальфеджио, да Ну все, держитесь Пока, да, мои ближайшие планы Мы сейчас активно готовим программу На День города Москвы Ага, рассказывай, да Где, на каких площадках тебя можно увидеть Поклонникам 9 и 10 числа мы выступаем на площадках разных 9 числа мы будем выступать на Цветном бульваре Мой выход в 19.40 Приходите А 10 числа Екатерининский парк Мой выход примерно в 18.40 Вот 11 числа я перелетаю в Сочи на концерт И там тоже будет большой концерт Кто будет в Сочи, да Милости просим Всех жду с удовольствием Ну здорово, Ксюша Ну я так понимаю по разговору с тобой Что ты очень готова к такому активному образу жизни И к репетициям многочасовым И к перелетам многочасовым в том числе И к концертам, к гастролям То есть все-таки можно сказать, что ты решил для себя, что прежде всего ты будешь артистка Ну даже скажу больше, Саш Я такой человек Не рисую себе ни плюсов, ни минусов, ничего Я именно не могу Долгий отпуск для меня это каторга Долгий перерыв Мне это очень сложно дается Поэтому мне нужно движение Мне нужны репетиции Мне нужны концерты Я должна понимать, что я развиваюсь Я что-то делаю Я кому-то не нужна Я творю добро И дальше красоту Это правда, абсолютная точка Ксюша, осень наступила Погода испортилась Так скажем, и многих хандра Давай какой-нибудь совет дадим людям Как пережить Как правильно настроить себя На долгие-долгие месяцы В нашей стране зимние Холодные, мрачные Для начала смотрите мои летние клипы Которые несут тепло Подтверждаю Да И, конечно, вот Я могу говорить о том Что сама испытываю Поэтому максимально загрузите себя делами Максимально Кстати, вот этот пример Учитесь Если вы не умеете играть на фортепиано Не страшно Это можно научиться Главное желание И не важно, сколько вам лет Научить язык Тоже можно Конечно В любом мере отца выучить Фортепиано Хотели играть на гармошке? Да, пожалуйста Хотели, я не знаю Шахматы? Пожалуйста Все, что угодно Только не дома Перед телевизором 24 часа в сутки Или вообще там Никакой хандры Дождь? Ну, отлично Поехали в бассейн Я не знаю Поехали куда угодно Делать, развиваться И постоянно чем-то себя занимать Если у тебя время Остается время на какое-то хобби еще Или сейчас музыка целиком Полностью забирает У тебя все свободное время Так сложилось, что Хобби У меня вот Ресторанный бизнес Это было и хобби И работа Придосящего удовольствия Да, то же самое происходит сейчас Я занималась вокалом Пока параллельно занималась плотно ресторанным бизнесом И это было тоже мое хобби На данном этапе Это хобби Работа И моя жизнь Конечно, я увлекаюсь Если это говорить Спорт Да Это просто какие-то Ну, это теперь должно быть неотъемлемым участием Конечно В твоей профессии Скандинавская ходьба Мы с мужем сейчас полюбили Да что вы Такие молодцы Мы первый раз увидели это в парке Горького Когда группа старичков С этими палочками Так мило посмотрели Думаем Какая милота И что это такое Когда начали изучать вопрос детально Так То поняли, что это потрясающе Вообще супермощное Супермощное именно Развитие для твоего тела Работают абсолютно все группы мышц Там куча-куча плюсов Которые ты там не получишь Даже и на фитнесе Или на танцах Или еще где Там работают все Очень здорово Вы прошли какое-то обучение У вас был тренер Мы брали, да Мы брали несколько уроков у профессионала И после там ничего такого сложного Вся сложность в том Чтобы пройти по 15 километров Ну да, чтобы они были Чтобы это была тропа здоровья Чтобы она это была Главное дышите правильно И получать удовольствие Ну вы прямо ощущаете действительно Что есть какие-то изменения Что в положительную сторону проходит Что приносится колоссальная польза организму Ну после любого занятия спорта Всегда чувствуешь такой прилив бодрости И счастья Такого гормона Всегда Не зря же говорят Что и после спорта В том числе Вырабатывается гормон счастья Вот И после скандинавской ходьбы Учитывая, что мы ходим на природе На берегу моря Вдоль побережья Конечно Представляешь Прогулялся Ты приходишь Что в эти моменты у тебя в наушниках? Или тишина? Просто вот городской шум Или шум прибоя? Я без наушников занимаюсь спортом Я общаюсь с мужем Я слушаю пение птиц И шум прибоя Какая ты молодец, Ксюша Спасибо тебе большое Наше время к концу подошло Мы тебя искренне благодарим Спасибо Ну и выражаем, конечно, свое восхищение Потому что ты молодец Успеть в молодом возрасте Уже достичь успеха На разных-разных областях Пусть у тебя все сложится шикарно И в музыке Спасибо, Саша, большое Мы с близкими желаем Ждем с удовольствием Твои новые работы Клипы, песни Приходи с премьерами, пожалуйста Всегда рада Ксения Луговая Друзья, любите, жалуйте Ну и, конечно, смотрите телерадиоканал Страна ФМ Просветания вам Спасибо большое Спасибо Спасибо большое Первый И единственный в России Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну